Данил Маскаленко Госструктура, которая занимается вопросами развития ипотечного нашего рынка, намерена провести в ближайшее время секьюритизацию части своих активов. Это, как отмечают некоторые аналитики, должно оживить у нас жилищный рынок, придать, так сказать, новый импульс. Так вот, какие цели все-таки ставит перед собой оператор? Стоит ли беспокоиться заемщикам, потому что их долги будут продаваться, если вот упрощенно так сказать. И кто будет покупателем? Вот это все сейчас мы обсудим. Я приветствую сейчас своих спикеров. Это Ильяс Цоколидис, зампредседателя управления Tengri Partners Investment Banking. И Асель Дыконбаева, зампредседателя управления Казахстанской апотечной компании. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Добрый, да. Спасибо, что согласились некоторые вопросы прокомментировать. Давайте, наверное, с вас начнем, госпожа Дыконбаева. Ну, вот я посмотрел немножко информацию, и вы пишете на сайте, собственно, указываете, что секьюритизация является, первое, эффективным инструментом развития ипотечного рынка. Второе, значит, снижение стоимости ипотеки указывается, повышение устойчивости банковского сектора, привлечение долгосрочных средств и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все, что здесь описано, ну, просто замечательно. Давайте немножко подробнее теперь объясним с точки зрения доступности ипотеки, с точки зрения развития ипотечного рынка. Какие цели вы перед собой ставите? Изначально казахстанская ипотечная компания планировала эту сделку для того, чтобы попробовать этот инструмент на казахстанском рынке, провести его полностью по казахстанскому законодательству и в рамках казахстанской регуляторной инфраструктуры. Хотелось бы отметить, что, ну, то есть мы говорим, почему секьюритизация будет способствовать снижению стоимости ипотеки, поскольку повышение ликвидности, ну, это общеизвестный факт, что повышение ликвидности любого инструмента, как правило, сказывается на его стоимости. А если говорить о, в целом, как бы о рынке ипотечного кредитования, нужно отметить, что он достаточно динамично развивается в последние годы, но при этом в основном за счет государственных программ, за счет государственного участия. А рыночная ипотека в то же время, как бы, с тех объемов докризисных, которые были в 2007 году, так и не восстановилась. И что вы сейчас... Я прошу прощения, я перебью вас. То есть вы сейчас дополнительные деньги привлекаете с рынка для того, чтобы у вас их было больше, и вы таким образом направляете их на строительство дополнительного жилья. Упрощенно это так получается? Не совсем. Мы эти деньги будем направлять на покупку новой ипотеки и на выдачу новой ипотеки. То есть мы не будем заниматься строительством. Эти деньги будут направлены на финансирование именно ипотечного кредитования. Каким образом тогда вы будете стимулировать развитие в целом ипотечного рынка нашего? Как будет происходить? Ну, то есть если говорить именно о сумме сделки, то сумма сделки в масштабах компании, она несущественна. Основная идея была именно в том, чтобы попробовать этот инструмент и показать другим участникам рынка, какие есть возможности для преодоления текущих ограничений, которые есть на рынке ипотечного кредитования. Но первое ограничение это несоответствие стоимости, точнее сроков размещения ипотеку, то есть это 20 лет, как обычно, и сроков привлечения денег. Как правило, банки фондируются в основном сейчас за счет депозитов, которые более краткосрочные. Вот этот инструмент, он позволит урегулировать вот это вот расхождение между сроками фондирования и сроками размещения ресурсов. Если можно, да, я один вопрос сейчас задам. Давайте подключим Ильяса Цоколидиса, зампредседателя правления Tengri Partners Investment Banking. Вы совместно готовите эту секьютизацию? Во-первых, насколько мне известно, это довольно интересный инструмент, который применяется и на Западе, и в России довольно давно. Почему у нас раньше, собственно, не применялся он? Почему у нас этого не было? И какие перспективы у данной секьютизации? Это не очень раз, здравствуйте, спасибо за вопрос. Попробую адресовать ее максимально ваконичным. То есть в продолжении того, что говорила АСЕМ сейчас, то есть на текущем рынке ипотеки в Казахстане существует довольно много барьеров. Стоимость фондирования для банков – это один из них. Банки вынуждены платить довольно высокие ставки в борьбе за привлечение денег по депозитам срочным. И, соответственно, это отражается на конечной стоимости для заемщиков по ипотеке. Каким образом секьютизация позволяет это все-таки адресовать и эту стоимость фондирования снизить? То есть при секьютизации банки часть своих активов продают, в этом случае они продают их кайхстанские ипотечные компании. И тем самым риск на балансе у себя больше не держат. То есть этот риск передается кик. Кик, в свою очередь, посредством секьютизации. Этот риск перепродает своего рода инвесторам посредством специальной финансовой компании. Вот, в принципе, и все. То есть возможность убрать риск с баланса и передать его инвесторам, соответственно, как-то стимулирует банки к тому, чтобы они выдавали более новую ипотеку. И раз риск у них на балансе не остается, то и конкуренция по ставкам, она становится реальной. То есть банки могут снижать ставку по ипотеке и более агрессивно ее продавать. Это то, что произошло, по большому счету, на всех рынках, которые этот путь уже прошли. Но давайте не будем забывать тот кризис 2008 года, американский, с которого все, собственно, жилищная ипотека. Там начали лопаться вот эти вот, собственно, ипотечные банки, и весь мир немножко это подшатнуло. Все верно. И здесь как раз в подготовке первой дебютной сделки секьютизации, мы эти риски, которые отразились там, да, на международной ипотеке, в первую очередь на рынке ипотеки США. То есть они здесь адресованы. Вот создалось такое впечатление, что это на самом деле инструмент секьютизации, сам по себе получил такой немножко негативный фон, да, на фоне кризиса 2007 года. Но на самом деле здесь ключевой момент, он заключается в том, какого качества сама эта ипотека, какого качества сами заемщики и эти ипотечные займы. Да, вот это основной момент, потому что риск у инвесторов остается на сам портфель ипотечных займов, да, при секьютизации. Соответственно, вот в работе над этой сделкой совместности задача была риски кредитные по самому ипотечному портфелю максимально минимизировать. Другими словами, к этому портфелю подходили очень строго с точки зрения андеррайтинга. То есть критерии отбора этих кредитов, которые подлежатся к секьютизации, были очень жесткие. То есть все эти кредиты сами по себе рабочие. Да, рабочих, просрочек нет, все платят исправно. И вот это будет предлагать инвесторам. Кстати, кто купит, как вы думаете? В целом, если можно, госпожа Даканбаева, ваш комментарий. Комментарий относительно наших потенциальных инвесторов. Сначала качество, да, давайте качество ипотечных. Действительно, поддержу Ильяса. То есть мы совместно выбирали наш ипотечный портфель. Были выдвинуты очень жесткие критерии к самому портфелю для того, чтобы обеспечить успешность нашей первой дебютной сделки. Прежде всего, хотелось бы сказать, что займы, все, которые были определены в этот пул, они абсолютно однородные. То есть это займы небольшие по суммам. Средняя сумма займа, она в среднем не превышает 10 миллионов тенге. У нас по этим займам нет просроченной задолженности. Все займы выданы гражданам Казахстана на покупку жилой недвижимости также в Казахстане. Все имеют фиксированную ставку вознаграждения и номинированную... Да, у нас небольшая проблема. Я прошу прощения, небольшая проблема у нас со связью. Я напоминаю, что это скайп. Прошу прощения у телезрителей. Если можно, да, сейчас, господинцы коллеги, продолжите эту мысль. Мы пока переподключение сделаем. Если можно, давайте. Да, конечно. Смысл в чем? То есть качество портфеля – это основной аспект, который обеспечит безопасность для инвесторов. Потому что после секретизации держательный риск останутся они. То есть, соответственно, портфель должен быть очень качественным. Как Асель сказал, он однородный. И ипотека там жилая. А что это значит? Это значит, даже в случае дефолта и неплатежа у инвесторов остается риск на само имущество. А так как это имущество жилое, оно довольно ликвидное. То есть его можно довольно быстро и эффективно реализовать. То есть это первый момент. Кроме всего прочего, какие еще были предприняты меры для того, чтобы обеспечить безопасность для инвесторов, которые будут эти облигации покупать. То есть кредитные риск портфеля – это раз. Второй момент. Инвесторы будут приобретать облигации, которые обеспечены как раз вот этим ипотечным портфелем. При этом, если облигации, условно, инвесторы покупают на сумму 90 тенге, то обеспечение по этим облигациям будет составлять 100 тенге. То есть здесь есть еще элемент переобеспечения самого залога по этим облигациям. Что дает инвесторам определенную уверенность и снижает дополнительный кредитный риск. Кроме всего прочего, этот сам портфель, кроме Кика и нас как организатора, также был проведен независимый аудит портфеля. Привлекалась компания с большой четверки. Для чего? Для того, чтобы они проверили соответствие портфеля всем заявленным критериям, которые мы выдвигали. Это еще один элемент защиты, соответственно. Почему это все делалось? Процесс сделки и подготовки уже идет почти полтора года. И для дебютной сделки это на самом деле нормально. Хотя может показаться, что срок все-таки длинный. Причина простая. Секретизацию в этом отношении в Казахстане никто не тестировал пока. По локальному законодательству, в локальной инфраструктуре, как я сельско-зор. Пытаюсь вернуться к вопросу, который вы задавали, почему этого раньше не происходило. Причин на самом деле много. Но основная причина, которую я вижу, это в том, что инфраструктура сегодня несовершенна. Законодательство все еще несовершенно. И оно... Как вы будете проводить тогда, если она несовершенна? Все правильно. И я к чему веду. Что за эти полтора года очень многие вопросы были сглажены, отработаны вместе с инвесторами. Вместе с агентством по финансово-регулированию финансового рынка. С юристами для этой сделки привлекался независимый юридический консультант. Тоже международная компания. Для обеспечения чистоты сделки. Также громадный объем работы был проделан с рейтинговым агентством, которое было присваивать рейтинг этим облигациям. Этим занимался в данном случае МОДИС. С ними была проведена работа по анализу ипотечного рынка Казахстана за последние 10-15 лет. Исторических средних количеств дефолтов. Сроки реализации залогового имущества. Законодательная база была проверена. И все это привело к чему? Эта работа вылилась в то, что сегодня ожидаемый рейтинг по этим облигациям, обеспеченным ипотечными займами, секьюритизированием, она ожидается на уровне вышесуверенного. То есть мы таргетируем рейтинг по сделке на уровне BAA1, что выше суверенного на два шага. И это, соответственно, еще является дополнительным сигналом инвесторам о том, что этот класс активов, который является совершенно новым для рынка, он надежный, в него инвестировать стоит, его пробовать стоит. И это то, что дает инвесторам уверенность и в качестве актива, и в его доходности, потому что доходность... Да, небольшие проблемы у нас со связью, что-то сегодня, я прошу прощения у телезрителей. Да, ну, я расслышался, надеюсь, вы тоже. Хорошо. Теперь, да, если можно, господа Деканбаева, по поводу заемщиков, вот у нас, собственно, идет строка, что это значит для заемщиков. Давайте разъясним, потому что многие, как вы слышали эту новость, сразу, собственно, забегали, потому что я вот даже читаю сейчас в WhatsApp, смотрите, что пишут. Как узнать, кто будет мою ипотеку теперь держать, да? Это, наверное, ваш клиент. Можно прогнозировать дальнейший рост объемов выдачи ипотечных займов, теперь получается, да? Ну, скорее всего, да, это тоже очевидно. Так, и второй вопрос сразу. А если заемщик допускает просрочку по кредиту, сейчас не у многих же дела неважно идут? Ну, давайте как-нибудь ответим. Да. Данил, большое спасибо. На самом деле, вот это возможность для нас обратиться к нашим заемщикам. Пожалуйста, не волнуйтесь. То есть, с точки зрения обслуживания займа, мы не продаем клиента, мы продаем риск, по большому счету. С точки зрения вашего обслуживания, вы по-прежнему обращаетесь по всем вопросам в казахстанскую ипотечную компанию, поскольку мы остаемся доверительным управляющим этого портфеля. Все ваши документы на залог, все кредитное досье, оно также хранится в казахстанской ипотечной компании в соответствии с требованиями, установленными законодательством. Хотелось бы отметить, что договор при его продаже, он остается сам по себе неизменным. Все условия вашего договора банковского займа также остаются неизменными. Вы по-прежнему платите платежи в КИК. КИК, в свою очередь, будет собирать эти платежи и переводить их в специальную финансовую компанию. Все платежи будут надлежащим образом учтены. Всю информацию об остатке задолженности вы также можете получить в нашей компании. Вот вопрос был, а что если заемщик допускает просрочку по кредиту? Сейчас у многих дела неважно идут. Вот такой вопрос. Ну, в принципе, на секретизацию это не повлияет, наверное, я так думаю. Наша компания в целом всегда достаточно лояльно подходила к своим заемщикам. То есть, если необходимо будет предоставление отсрочек, вы можете обращаться также в компанию с предоставлением подтверждающих документов. Что касается обслуживания того займа, который попадает в пул секьюритизации. Ну, во-первых, все клиенты, чьи займы будут уступлены в пользу финансовой компании, они получают уведомления от компании. То есть, мы обязаны официально уведомить вас о том, что ваш займ уступлен в специальную финансовую компанию. Если вы такое уведомление не получили, значит, ваш займ не вошел в этот пул. А если же ваш займ все-таки вошел в этот пул и вам требуется реструктуризация по займу, вы обращаетесь в казахстанскую ипотечную компанию. Вместе с тем, нужно отметить, что у нас наши права по управлению этим портфелем, они будут ограничены тем договором, теми полномочий, которые нам делегирует специальная финансовая компания. Мы, безусловно, будем принимать все заявления. Если вопрос по этим заявлениям находится в наших компетенциях, то, соответственно, мы будем предоставлять ответы. Если же нет, то в любом случае, установленный законодательным сроком, вы получите ответ от специальной финансовой компании. Еще один вопрос, с вашего позволения, от телезрителей, интересный и довольный. Я считаю, что в силу несовершенства казахстанской банковской статистики, очень сложно оценить качество портфеля ипотечных займов и понять, насколько надежны будут обеспечения по выпущенным бумагам. Вот такой интересный вопрос. Явно финансист пишет. Что скажете? Давайте попробуем на него ответить. Да, пожалуйста. Вопрос, наверное, закономерный, но здесь как раз вот, то есть, еще такой элемент. При отборе портфеля данного, одним из очень важных критериев был срок его выдачи. Скажу, почему это так важно. То есть, исторически в мире основываясь на сотен, тысячах, не миллионов статистических данных касательно ипотеки, как на разных рынках, так и на развивающихся рынках, в том числе, например, в России, существует такой элемент, что основное количество дефолтов по ипотеке, оно наступает, как правило, в первые три года после выдачи займов. То есть, после того, как три года в условных займах уже прошли, займ своего рода вызревает, да, и количество дефолтов по тем займам, которые уже прошли эти три года, с момента выдачи, он, ну, кардинально и очень сильно падает, процент этих дефолтов. Соответственно, одним из требований к портфелю, который будет секретизироваться, это был его срок выдачи. И, соответственно, весь этот портфель уже очень давно вызвал. В среднем кредиты в этом портфеле выдавались больше пяти лет назад. Это делается для того, чтобы обеспечить и снизить вероятность дефолта по этому портфелю. Поэтому вортфель, кроме самого прочего, да, статистики, которая была у КИКа, которая есть по Казахстанскому законодательству, которую делал рейтинговое агентство, да, кроме всего прочего, как я уже говорил, то есть портфель на соответствие всем характеристикам был также подвергнут аудиту независимую, который портфель, собственно, на все эти критерии, на все эти риски, они его проверяли, да, и делается именно для того, чтобы максимально снизить риски для конечных инвесторов, которыми будут являться и институциональные инвесторы, которые задавали вопросы, то есть в лице фондов, локальных банков второго уровня, страховых компаний и прочих участников рынка, которые имеют свободную ликвидность и хотят размещать ее в А, надежные инструменты, и в Б, с инструментами покрытия, и в... ...погашение чем-то три года. Спасибо большое, коллеги, я вас благодарю за это интервью. Я напомню, что это была Сельда Конбаева, зампредседателя правления казахстанской ипотечной компании, и Илья Цоколиди, зампредседателя правления Tengri Partners Investments Banking. Мы обсуждали сегодня предстоящую секьюртизацию ипотечных займов. Я напомню, что наша программа доступна на сайте inbusiness.kz. Ну, а смотрите каждый день в прямом эфире на нашем телеканале с понедельника по пятницу. Спасибо за внимание, до свидания.